Если не возражаете, я продолжу свои хроники падения гекемона. Если даже возражаете, а такие тоже есть, то я все равно продолжу. У меня в последние пару недель иногда складывается такое впечатление, что сами законы природы и экономики в частности издеваются над российскими и украинскими западопоклонниками. Вот сами посмотрите, когда рынки начали падать на 1000 пунктов в день, они массово заявили, ничего страшного, через пару дней восстановятся. В ответ, строго как в старом анекдоте, экономика сказала, вот те и два, и Dow Jones начал падать на 2000 пунктов в день. Но и после этого западопоклонники и рыночники плотно зажмурились и стали читать молитву, я верую в невидимую руку, она вернет американское процветание, достаточно просто верить. На что экономика сказала, вот те и три. Индекс Dow Jones упал еще на 3000 пунктов. Ага, Вата соврала не на 3000, а всего на 2997. Извините, не сдержался. Я от истерики даже понимаю. У людей вся картина мира, успешный передовой и всемогущий запад разваливается. Схожую травму переживали миллионы советских людей, когда обрушили Советский Союз. А теперь пришла очередь коллективного запада отрабатывать карму. Всего же с момента начала падения американские фондовые рынки потеряли свыше 2 триллионов долларов капитализации, а Dow Jones снизился с 29 тысяч до 20 116, вплотную приблизившись к психологической отметке в 20 тысяч, то есть на 9 400, или на 32%, из которых 12% пришлось на сессию, прошедшую в понедельник. За эти две недели торги трижды останавливали из-за резких падений, но это не помогло. Как не помогли и экстренные заседания правления ФРС. Как не помогло и снижение базовой учетной ставки до нуля. Как не помогло и вливание более полутора триллионов долларов свеженапечатанных денег и обещание слить еще 2,5 триллиона. На этом, собственно, весь инструментарий влияния ФРС закончился. Признаюсь честно, у меня были сомнения, что я не прав. То есть весь механизм, почему вливание бешеных триллионов не спасет фондовые рынки от дальнейшего падения, расписан. Однако оставался червячок сомнений. А вдруг? Но чуда не произошло. Экономика действует строго по законам. Другой вопрос, что эти законы мало кто знает, в том числе и среди экономических экспертов. И фондовый рынок обрушился в понедельник еще на 3000 пунктов. Ах да, еще никто не обратил внимания на то, что значительная часть торгующих на Найз делает это на заемные средства. И что по мере падения котировок срабатывает маржин колы, требующие продавать акции автоматически. Это прописано в соглашениях, которые заключают брокеры, получая заемные средства. И эта лавина, судя по всему, уже запущена. Ребята, мы о том, что так будет, говорили еще пару лет назад, демонстрируя графики того, что количество заемных средств в общей массе рекордно высокое. И что обрушение поэтому будет также максимально болезненным. То есть, значительная масса биржевых игроков сейчас стремительно превращается в банкротов с огромными долгами. А банки получают массу невозвратных кредитов. Последствия всего этого еще только предстоит просчитать. На днях же произошло еще одно важное событие, которое почти никто не заметил. Наши экономические эксперты, особенно оппозиционные, вообще старательно делают вид, что никакого кризиса в США и ЕС нет. Восемь крупнейших банков заявили, что до конца второго квартала текущего года не будут выдавать новых кредитов на обратный выкуп акций – бейбеки. Я уже видел две теории заговора. Первое, будто эти восемь банков решили сверкнуть ФРС и занять его место. Второе, будто они играют против Трампа на стороне демократов. На самом деле все гораздо проще. Несмотря на практически бесплатный и неограниченный источник денег со стороны ФРС, риски невозврата от зомби-корпораций слишком велики. Свободных операционных средств там почти не осталось, а капитализация, которую раньше использовали для гарантирования кредитов, стремительно падает. Так что быть посредниками и брать на себя риски, эти банки отказались, фактически заявив ФРС «разгребай это сама». Система женского рода, если что. С Трежерис ситуация также плачевная. Доходность по ним рекордно низкая, ниже инфляции, поэтому можно смело говорить, что США на полном ходу влетели в зону ПИПС отрицательных доходностей. Сбылась мечта Трампа, но я не уверен, что он сможет этому порадоваться. В связи с этим ФРС, покупая у госказначейства Трежерис, больше не может их перепродавать, как это было раньше, в связи с отсутствием желающих, и складывает их мертвым грузом себе на баланс. Итого. Первое. Снижение учетной ставки до нуля не дало результатов. Второе. Вбрасывание полутора триллионов резаной бумаги на рынок не дало результатов. Третье. Механизм кредитования бейбеков сломался, банки отказались быть посредниками. Четвертое. Работают маржин колы. Пятое. Механизм увеличения долга тоже сломался. Вывод. Падение продолжится. Американская экономика поломана. Давно. На самом деле еще во времена Рейгана. И страшно. И никто до последнего момента не осознавал, в чем поломка. Более того, похоже, они и сейчас не понимают, почему заливание деньгами не работает. В США должны пройти свою перестройку. С ломкой. С проседанием уровня жизни. С отказом от геополитических амбиций. С крушением ценностей и ужасной депрессией. А, и чуть не забыл. Я настаиваю на том, что пора создавать сводную аналитическую группу. Например, прирост техи. Которая должна определять, какие активы и технологии в США нам стоит начать выкупать. Когда все окажется на самом дне. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. И обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал. И заходите на наш сайт. Там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok